ВДНХ отмечает 85-летие. За годы существования главная выставка страны меняла название, назначение, но к 85-м дню рождения подошла в лучшем, пожалуй, виде. Отреставрированные павильоны, комфортные места для отдыха, парковое пространство. В общем, проделана за последние годы огромная работа. Другие подробности расскажет нам Алену Суббота. Алена, приветствуем тебя. Ну, как, по твоему мнению, изменилась выставка за последние 10 лет? Что скажешь? Да, привет. Но я начну с того, что на ВДНХ сегодня максимально праздничная атмосфера, и даже утренний дождь ее не испортил. Главная выставка страны отмечает 85 лет. И сегодня все поздравления, конечно, в адрес ВДНХ я тоже к ним присоединяюсь. Несмотря на свой солидный возраст, выставка встречает, отмечает день рождения во всей красе, конечно, во многом благодаря тому, что 10 лет стартовала масштабная программа возрождения ВДНХ. Конечно, о том, насколько здесь все изменилось, я расскажу немного позже, потому что сейчас в первую очередь хочется сказать о главном событии этого дня, потому что день рождения не обходится без сюрпризов. В круглую дату на ВДНХ начинается грандиозная стройка. На территории появится конгрессный выставочный комплекс ВДНХ-экспо. Это огромная площадка, современная, мультифункциональная. Она займет около 240 тысяч квадратных метров. Старт строительству дал Сергей Собянин. Мэр подписал послание для потомков, вложил его в капсулу времени, а затем эту капсулу поместили в бетонную платформу. Уже после этого как раз начали заливать первый кубометр бетона для будущей конструкции. Ну и, конечно, мэр также поздравил всех с этим праздником для всего города с днём рождения ВДНХ. Поздравляю с юбилеем ВДНХ. Это место, которое наиболее популярное в Москве как для москвичей, так и для гостей столицы. Благодаря выставке «Россия», которая прошла недавно на территории ВДНХ, мы получили в прошлом году рекордный объём посещений. 35 миллионов человек побывали на ВДНХ. ВДНХ прошёл огромный, трудный, сложный путь возрождения за последние годы. Установили общественное пространство. Историческое наследие, которое досталось нам от предыдущих поколений. Создали новые музеи, культурные центры. Подошло время третьего этапа развития ВДНХ. И вот сегодня мы заложили один из крупнейших в стране конгрессно-выставочных центров, который даст ещё один толчок к развитию нашего любимого ВДНХ. С праздником, друзья! Новая площадка объединит монреальский павильон номер 70, выставочный павильон номер 75 и новый монументальный павильон. ВДНХ-экспо станет пространством для крупных деловых мероприятий. Здесь построят пять выставочных залов, два конгресс-зала и большой концертно-конгрессный зал на 2500 мест. В итоге здесь появится крупная площадка, где в будущем можно будет проводить более 200 мероприятий каждый год. Здесь будут предусмотрены переходы на разных уровнях. Павильоны будут связаны в единый ансамбль. Можно будет переходить как из 75-го в 69-й, так и отсюда в 70-й. Ну, павильоны будут связаны. У них такой достаточно интересный функционал. То есть это как концертные зоны, так и выставочные зоны. Там огромное количество фудкортов. В общем, здесь предусмотрено всё. Весь комплекс зданий. Это как связь прошлого и будущего. И архитектурный стиль нового здания, он логично продолжает вот этот стиль ВДНХ. Как отметил мэр, начало масштабной стройки – это своеобразный старт нового этапа возрождения. Хотя за 10 лет, за прошедшие 10 лет ВДНХ уже не узнать, с чего всё началось. В 2014 году москвичи с помощью голосования вернули прежнее историческое название выставки. И тогда же ВДНХ начали возвращать её исторический облик 1954 года. За это время завершена реставрация 38 исторических памятников. Это и павильоны, и другие объекты культурного наследия. Из всероссийской барахолки, как её называли, в 90-е, в нулевые годы, она превратилась действительно снова в выставку достижений. И стала одним из самых посещаемых мест в Москве. Причём как местными жителями, так и гостями столицы. Ежегодно ВДНХ посещают в среднем около 30 миллионов человек. Здесь есть всё. И хочешь какой-то активной жизни, приходишь в одну часть ВДНХ. Хочешь что-то поспокойнее, приходишь в другую часть ВДНХ. То есть каждый, наверное, найдёт что-то своё, что-то интересное. Выставка намного изменилась. Стало всё лучше, красивее. Много открылось новых павильонов. Всё преобразуется в лучшую сторону. Всё хорошо, нам очень нравится. ВДНХ вообще с каждым годом всё краше и краше становится. Я вспоминаю 90-е, когда здесь была барахолка. Конечно, вот это было, я считаю, преступлением. Поэтому я каждый раз радуюсь. И обязательно, если бывает в Москве время, один день стараюсь выделить, чтобы погулять. Это стало очень современно, модно, молодёжно. И прям хочется сюда каждый день ходить. И мастер-классы, и разные фестивали проводятся. Ну и также для детей. Стало очень много развлекательного контента. Есть куда сходить, где-то можно просветиться, сходить в музей. Визуально всё лучше стало. Прекрасно всё. Всё чисто и красиво. И вообще, как и вся Москва. Конечно, ВДНХ хороша в любое время года. Но особенно красиво выставка выглядит летом, когда всё зелёное и когда работают фонтаны. Кстати, реставраторы провели большую работу по их восстановлению. Они отреставрировали 14 фонтанов главной аллеи. А в 2019 году уже обновлённый заработал фонтан «Дружба народов». Это была его первая масштабная реставрация за 65 лет. Работу провели не только снаружи, но и внутри. Обновили инженерные системы. И теперь фонтан бьёт высоту на 20 метров. Хотя раньше она едва достигала 10. Конечно, ещё один символ ВДНХ – это другой фонтан «Каменный цветок». Его тоже коснулась масштабная реставрация. Воссоздали историческую цветовую гамму. И тоже обновили техническую начинку. Теперь он стал ещё мощнее. И спустя почти 30 лет перерыва вторую жизнь получил ещё один фонтан «Золотой колос». Кстати, Каменский пруд, над которым он сейчас возвышается, где он работает, тоже его ждали. Там провели тоже большие масштабные работы. Теперь это ещё одна зона отдыха для москвичей. Там установили лавочки и навесы у воды. В ДНХ за эти 10 лет открыли и совершенно новые объекты притяжения. В их числе, например, «Москвариум». Это один из крупнейших океанариумов в Европе. Новый павильон «Атом». Ну и, конечно, нельзя сказать про озеленение. Про то, насколько в ДНХ зелёный парк. Обновления коснулись ландшафтного парка. В прошлом году там открыли новый аттракцион. Весьма необычный лента «Мёбиуса». Ему, кстати, нет аналогов в мире. И ещё одной точкой притяжения в зелёной зоне парка часто у гостей становится именно воздушная экотропа. На высоте 6,5 метров можно прогуляться по Шереметьевской Дубраве. То есть сегодня выставка достижений – это уже не просто выставка достижений, но и настоящая точка притяжения для москвичей и гостей столицы самых разных возрастов. Здесь можно время провести как с детьми, так и с друзьями здесь можно погулять, потому что есть культурные, образовательные и досуговые центры. Ну и, как мы понимаем, на этом развитие не останавливается. Повторюсь, что сегодня был дан старт стройке нового павильона, масштабного павильона. И я уверена, я думаю, что мы увидим, что он станет таким же знаковым, как и другие места ВДНХ. Пока что будем ждать завершения стройки, будем ждать его открытия. Ну а я, в свою очередь, ещё раз поздравляю всех с этим замечательным праздником, с днём рождения ВДНХ. Да, совершенно верно. Спасибо, Алёна Суббота рассказала нам о 85-м дне рождения ВДНХ.